Power Masters прошли, ребят, квалификацию, ну и, соответственно, мы вот Дмитрием как раз за китайцев болели, потому что думали, что именно эти ребят покажут неплохой Counter-Strike и что за ними будет приятно наблюдать. Ну и теперь, собственно, победители прошлого турнира IB Power Masters команды Immortals будут противостоять на одной карте, на карте Демираж, китайскому коллективу. Кстати, по пику бану карт у нас ситуация следующая. Immortals отказались играть карту Overpass. Очень интересное решение, против китайцев отказываться играть Overpass. В принципе, Китай, насколько я знаю, карту Overpass играет не очень хорошо, но Immortals, видимо, Overpass вообще не играет. Тайл уже отказались играть Трейн и карту Dust2. Dust2, странно. Мне казалось всегда, что китайцы неплохо должны играть именно в Dust2, потому что, как обычно, трилковая самая старая карта. Имортals вычеркнули карту The Cash, карту The Nuke, ну и в конце оставалась Cobblestone или Mirage. Ну и китайцы выбрали играть Mirage, вычеркнув тем самым карту Cobblestone. Итак, за КТ у нас будет начинать как раз-таки Тайлу, но Immortals будет атаковать. Составы команд Bolt, Phelps, Lucas, Luke и Kenich. Это Immortals. Ну и Тайлу, DD Signer, Captain Mo, Attacker, Fancy Samer и Somebody. Somebody. Fancy Samer, по-моему, как-то по-другому раньше называлось. DD Mo, Fancy, а просто Fancy Attacker и Somebody. Странно. Пошел отсчет. Кстати, параллельно у нас идет матч Na'Vi против Liquid. Тоже интересная встреча. Карта The Nuke. В конце, насколько я знаю, у Na'Vi был выбор между Dust2 и Nuke. Ну и Na'Vi решили снова попытать судьбу на Nuke, потому что, ну, Dust2 у Liquid самая сильная карта. Na'Vi тоже хорошо играет Dust2, как бы постоянно ее отыгрывает с разными коллективами, но вот против Liquid все-таки решили отказаться. Ну, с одной стороны, они правы. Во-первых, Liquid хорошо играет, опять же, на Dust, я уже сказал. Во-вторых, Nuke нужно как-то где-то обкатывать на про-уровне. Но, с другой стороны, могут проиграть на карте The Nuke. Ну, посмотрим. Параллельный матч комментирует N'Kanis и Уха на первом канале. ESL, RUHUB, подчеркивание, CSGO просто. Если этот канал CSGO бит, там CSGO просто. Выход, тем временем, у нас на Аплент. Кэптен Мо вместе с Атакером уходят на сети спаун. Выходит все-таки стреляться Кэптен Мо, не попадает в хэдшот. Болкс моментально разваливает лицо. Пушат дальше Лука, стараются переселять Атакер. Атакер уходит ближе к танку. Атакер стреляется, его душат. Три человека одновременно. Фелпс Атакера забирает своего оппонента. Ситуация 3 на 4. Болкс умирает у нас на Апленте. Ребята из Китая начинают выбивать точку. Самбоди вешает хэдшот по Фелпсу. Стил и Хэнни осуществуют зону против троих. Перекрестный огонь. Фэнти, разворот на 180 минус стил. Бомба будет раздефужена через 3 секунды. Нужно что-то делать. Хэнни, Хэнни выходит из ямы и погибает все-таки от рук Самбоди. 1-0 в пользу команды Тайлу. Итак, ХП пофиксил. Все хорошо. И Х-рей тоже, по-моему, стоит. Да, это стандартный просто баг. У нас, когда карту только делают, ХП не видно почему-то в CSGO. Разработчики все решить эту проблему никак не могут. Террористы. Довольно активно занимает нас центр. Моментально стил забирает нас Кэптона Мо. Фэнси Саммер тем временем играет в окне. Ребят стягиваются из Тайлу на точку А. Тем временем Болтс у нас погибает. Фэнси чекает из коннектора под окна. Но игрок с бомбой находится на коврах. Именно сюда, на точку А, скорее всего, пойдут террористы. Но при этом в подвале у нас есть Фэлпс, который, наверное, будет замыкать все это дело через коннектор. И зажимать точку А вместе с остальными. Кстати, на стуле есть еще стил. Фэлпс заметил оппонента. Старается реализовать свой П-250. Ловит хороший таймер из коннектора. Минус атакер. Погибает Фэнси Саммер. Остается у нас Диди вместе с Самбоди, который уже погиб. Ну и Диди с Фамасом играет на шифте. Аккуратно пушит. Бомба установлена. И это раунд, который уходит ребятам из команды Immortals. Они берут форсбай. Вторые арморы плюс пистолеты сыграли хорошую роль для этого коллектива. Ну и счет становится 1-1. Диди уходит у нас с Фамасом на точку Б и вешает все-таки Фэлпсу. Ну и дают ему засейвить, скорее всего. Хотя у нас в подвал пушит стил. У стил 100 хелспоинтов. Но лермора, правда, нужно широкий край сделать. И Диди его переселивает. Но все-таки выходит дальше и погибает от рук Хэня. 1-1, дорогие зрители. Ну и счет пока что на руку теперь ребятам из-за этого. Из кого? Из команды Immortals. Покупают у нас игроки защиты. Оружие, ЦЗшки, ОМПшки, Форс в исполнении команды Тайлу. Хороший бай, естественно, команды Immortals. Занимает центр у нас. Довольно быстро и агрессивно бразильцы. Откидывают смок в окно. Смок на ЗИК, Хэшки, огромное количество гранат. Питали Молотова. На центре у нас, конечно, никто не действует. Контисаммер моментально получает нас в окно. Заходится в комнате и моментальная Хэшка. Бу-бум, Фэнси погибает. Флешка для Самбади. Самбади занимает ту же позицию. Заходит в комнату, его здесь теперь могут не ждать. Мол, одного взорвали. Нет. Ой, он не вовремя меняет оружие. Абсолютно не вовремя. Зачем же он это сделал, непонятно. Слышно было. Конечно же, слышно, когда падает ган у нас. Атакер поджимает у нас пока что яму. Здесь стил находится на термском респауне. Диди остается с Умпэшкой под точкой Б. Еще один раунд берет Иммортал. Еще 2-1. И самое главное, друзья, у нас теперь эко, скорее всего, должно быть. У команды Иммортал. У команды Тайлу. Прошу прощения. Сейчас, секунду. Диди. Диди засейвил у нас сверху. Над точкой Б. Второй армор у него есть. В следующем раунде постарается реализовать как-то это оружие. Но будет тяжело. В любом случае будет очень тяжело. Хотя Умпэшка. Такой расстрельный автомат, который, в принципе, можно под какую-то флешку реализовать. Пистолета у Диди никакого нету. Поэтому он дроп дать не может. Может быть, найдут его еще террористы. Правда, далеко не находятся. Это на центре, на КТ-спауне никто, грубо говоря, сюда не пошел. Бомб взрывается. 2-1 в пользу команды Иммортал. И третий раунд, скорее, заберут, опять же, именно они. Интересно, какой здесь коэффициент вообще был на ставках. Потому что Иммортал чемпиона прошлого чемпионата. I buy power masters. Команда, которая играет, ну, сильно, но нестабильно. Сказались они от Зюса. Бывший от тренера команды SK Gaming. Нынешнего тренера команды Liquid. Взяли стила. Ну и со стилом играют пока что неплохо. Стрелковая команда. Стрелковая. Наверняка тоже себе какого-нибудь тренера взяли. И с ним, в принципе, нормально играть. DD остается у нас все так же с МПшкой. Никого он не видел. Самбади рядом с Юспиком. И Фелпса можно забирать. Фелпса отстреливают. Подбирают. Нет, девайс не взяли. Пытается на Самбаде буква E подобрать девайс. У него это получилось. Перезарядка уходит на задний план. Тем временем DD пытается как-то в сумаках тут увернуться от прострела. И выходит на Зиг, но его ментально стил убивает. Самбади. Один против четверых. С АК-47. Бомба стоит на Апленте. Самбади чекает. Слышит. Знает, что на Зиге. Знает, что в коннекторе есть. Прилетает флешка. Самбади отворачивается. Выходит сейчас стреляться. Слышит. 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 А теперь можно уходить на сейф. Но со всех сторон его все-таки окружили. Счет становится 3-1. Имморталсы, в принципе, довольно уверенно берут все свои раунды. АВП от Каптана Мо. Относительно неплохой бай у всех остальных. Но по деньгам, конечно же, очень серьезно просила китайская команда. Если они сейчас отдают 4-й раунд команде Имморталс, скорее всего, и 5-й тоже достанется бразильскому коллективу. Хэнни АВП. Выцеливает пока что стандартный какой-то смочок на центр. Готов его откидывать. Смок полетел у нас на зигзаг, дорогие зрители. Неплохой смочок. Ну и под быстрый флешкой дровица занимает центр. При этом китайцы решили контролить центр в том числе. Минус Лукас погибает Фелпс. Фэнси начинает стреляться. Хэнни минус, ой-ой-ой. А как же все так произошло? С одной стороны, размен был с пользу защиты, но в какой-то момент они потеряли очень многих своих бойцов. И это ситуация 2 на 2. При этом у нас в библиотеке находится террорист, о котором абсолютно ничего не знают. И только что Стил мог сделать килл. Стил как же агрессивно играет. Просто пушит наглым образом игроков защиты. Стил чекает центр. Там находится Фэнси Саммер, который пытается перебирать на дефолте Болтса, но тот был к этому готов. Диди тоже погибает у нас в подвале. И раунд уходит легко и просто в копилку команды Immortals. Счет 4-1 в пользу бразильцев. И по 2,5-3 тысячи долларов у нас у команды Тайлу. Моментальная пауза от Кэптона Мо. И ребята сейчас будут снова что-то обсуждать. Напоминаю, что у нас круговая система. Каждый с каждым. Раунд Робин, так называемый. Бест оф 1. Одна карта. Ну и тут нужно выкладываться максимально с каждым своим соперником. И сразу, что самое главное. То есть, если в Бест оф 3 у тебя есть возможность привыкнуть к оппоненту, плохо отыграть первую карту, проиграть и потом за счет второй карты отъехать и на третий победить, здесь очень решает максимальная концентрация с самого начала, с пистолетного раунда. Потому что, ну, по-другому никак. Это еще и матч открытия, поэтому... Ну, всем тяжело. И Na'Vi, и Liquid, и всем. Всем очень тяжело. Зак, тренер Immortals, Сеня. Спасибо большое. Спасибо большое, Наруто 3150. Зак, тренер команды Immortals. Итак, паузу отжали. Все хорошо. По 3 тысячи долларов у нас у защиты. Атака пока что покупают. Хэни. АВП-шка, ЦЗ-шки от команды Тайлу. Первые арморы. 5-7 от Самбади. Аккаунт начинается. Интересно, о чем поговорили китайцы. Что они будут делать на этом мэка. Аккаунт 3-Б. На окно пошел у нас Фенси. 2-Б. Ну, дефолт. Один центр, 2-2-Б. А команда Immortals повторяет опять свой анти-эко-раунд. Много коктейлей молотова в коннектор. Смог в окно, смог на зиг. Переселивается в Хелпс у нас с точкой А. Неплохо надэмажил только что Каптана Мо. Тот уходит. Ну и Самбади остается на зиг-заге. Контроль карты от бразильцев. Сенси ловит коктейль молотова. Сейчас будет гореть. И его моментально Фелпс убивает. Хотя неплохо попал. По сопернику болтс красный. 27 хелпс-поинтов. Каптан Мо умирает у нас будучи в окне. Ну и за Аплент отвечает один лишь атакер. Который пытается кого-то найти. Но пока никого не видит. Перепрыгнул на головы. На хелпе замечает одного из соперников. Луков с минус. Перезарядка. И ситуация 2 в 4. Атакер выходит дальше. И мог только что и Фелпса целить. Но не получилось. Это нож от стила. Ой-ой-ой. Полторушка в кармане. Сколько у стила денег? 16 тысяч, друзья. Счет 5-1. У человека 16 тысяч долларов. Ой-ой-ой-ой. М-коглушитель. Он вообще не терял оружие. Он скорее всего как на форсе. Во втором раунде отобрал у кого-то ган. Собственно с ним и бегает теперь. Жестко. Стил 16 тысяч. 15-800 в данный момент. Это очень много денег. Стил откидывает смог под точкой B. Пытается аккуратно пропушить. Там находится сам бадди. Стил по-моему его слышит. Идет дальше. Зазик при этом отвечает на D-дисайнер. Перепроводит. Понимает, что это B. Выход на точку. Фэнси Лоид Файлса погибает. Болт минус стил. Ну и не так уж все хорошо для команды Immortals. Хэнни вместе с Лукасом постарается затащить раунд. Но будет тяжко. Лукас сока чекает Фореста. Возможно сейчас кто-нибудь найдет его прицел. И это что-то это сам бадди. Но при этом неплохо Диди действует. Простреливает просто оппонента в хэдшот. И Лукас погибает. Хэнни отлично фаззум. А точнее вообще без зума стрельба. Я все путаю. Потому что в Counter-Strike 1.6 только были фаззумы. В CS GO у нас можно стрелять на ближайшие станции вообще без прицела. Ну и как раз таки без прицела только что действовал Хэнни. Неплохо. Опять 2. Ребята из команды Тайлу сумели взять раунд. Снайп из каментовка от антисаммеров. Снайп из каментовка от Самбади. Ну и 3Мки. Разбегаются по своим местам игроки защиты. Опять окно 2B, 2А. Команды Immortals. Мидл в этот раз быстро не занимает. Фэлт чекает коннектор. Не видит под собой пока что оппонента. Оп. Теперь знает, что там находился соперник. Но соперник тоже ушел. Фэнси лует несколько гранат. Уходит поглубже. Играет на халпе. Тем временем DD у нас на зигзаге. Смотрит окно. Там пока никого нету. Довольно вязко и медленно решили сыграть Immortal, судя по всему. Хотя Лукас на шифте аккуратно подходит на коннектор. Чекает окно. Там нет смока. Флешка прилетает в коннектор. Лукас проверяет все возможные позиции. Никого не замечает. Сам обойдя целевает Хэнни. Лукас заходит дальше. Прокрался в дым. Все хорошо. Лует хороший момент. Можно отцелевать соперника. Но при этом Кэптан Мо делает свой минус. Неплохо действует на дефолте. Бушит дальше у нас ямку. Там террорист. При этом на коврах тоже игрок атаки. Но и Кэптан Мо понимает, что ничего другого не остается, как сидеть просто под коврами. Начинает немножко гореть. Выходит дальше. При этом по нему, по-моему, информации уже нету. Не ожидают здесь Кэптан Мо. И сам они заканчивают свое дело на коврах. 5-3. Еще один раунд отдует команда Имморталс. Но у села должно быть много денег. Этот парень может обеспечить весь свой коллектив. Ну и, собственно, пошел дроп оружия. Калаши и АВП появляется снова у Фелпса. Ну и бай-раунд от обеих команд. Каков призовой фонд Мажора? Призовой фонд Мажора миллион долларов. Мой дорогой зритель. Но мы с тобой сейчас смотрим Intel Extreme Masters Auckland. С призовым фондом в 300 тысяч долларов США. Фелпс моментально оцеливает нас Кэптан Мон на коннекторе. И, наконец-то, хорошее преимущество за командой Имморталс. 125 тысяч за второе место. За первое, извините, место на этом чемпионате. 125 тысяч долларов США. Фэнси занимает у нас пока что окно. Чекает поджим. Коннектор при этом зашел у нас Лукас. Возможно, заберет атакера. Замечает оппонента. Хороший хэдшот. Фэнси с Эмкой. Чекает стилпу. Прилетает флешкой. И под нее действуют террористы. Команда Имморталс очень легко и просто взяла этот раунд. И самое главное, команда Тайлу будет моментально проседание по деньгам. Потому что они постоянно теряли своих бойцов. Вот так вот вроде два раунда подряд взяли. А денег все равно не скопили. Капитан Мор рискует. Берет АВП. Все ребят в форсе. От Эмки у МПшки у их. Интересное решение от команды Тайлу. Если проиграет раунд, седьмой и восьмой идет к бразильскому составу. Кстати, недавно увидел инфу. По-моему, идет в ВКонтакте. Оказывается, 2016 год самый удачный год для бразильского Counter-Strike. Обе бразильские команды выиграли очень много турниров. Ну, в первую очередь, конечно же, команда SK Gaming. Это два мажора подряд. MLG и следующий ESL, по-моему, был летом. Но при этом Dreamhack выигрывали Immortals. Вот iByPowerMasters выигрывали Immortals. И наверняка еще что-то могут выиграть. Потому что команда играет с каждым разом все лучше и лучше. Атакер у нас с СЗ-шкой на яме. Рядом с ним Fancy Summer. Раскидка гранат от Boltz. Boltz пытается здесь играть аккуратно. Замечается, например, как прекрасно понимает, что в яме, скорее всего, у нас засада. Потому что этой комбинации, скажем так, когда один прячется, один чекает уже несколько лет. Ну, так просто, конечно, не пойдет у нас. Я думаю, Boltz. Да, Boltz проверяет нас, забирает атакера. Тем временем Fancy Summer с СЗ-шкой заходит тоже в яму. Но подвал подловил самбади. Почему-то стил явно не ждал ничего подобного. Самбади подбирает нас калаш. Коктейль Молотова в кармане. Падает дальше на ступеньки. И будет здесь отыгрывать. Сделал вид, судя по всему, что он убежал. А на самом-то деле нет. Бомба у нас, кстати, у снайпера. Ситуация 3 на 3. Boltz на коврах. Бомба перетягивается у нас на яму. Ну, если Fancy Summer заберет у нас бомбу, тогда времени просто-напросто не хватит. И как раз-таки сейчас все решится. Хенни нужно играть очень аккуратно. Хенни аккуратно с СВП чекает яму. Идет дальше. И вот он зажим царский сейчас будет от Fancy Summer. 15 секунд. Нужно действовать. Диди забирает нас при этом Фелпса. Перегружается у нас Диди дальше на Дельфона. Бомба выходит все-таки на Аплент. И бомба практически ставится на дефолт. И начинает Хенни гореть. Хенни сейчас отдаст скорее всего раунд 2 КП. Команда Тайлу, дорогие зрители, берет неожиданный, неожиданный для себя форс раунд. Отличная работа от китайского коллектива. Четвертый для Тайлу. 6-4-5 остается до окончания первой половины. Для вас комментирует Арсений Сеня Треноженко. Этот матч, но совсем скоро со следующей карты ко мне присоединится мой напарник Дмитрий Кристалмэй Корчевинин. И уже с ним вместе мы для вас откастим уже после этой карты еще 4 матча. 4 матча, где будут играть очень классные команды. Ну а закончат сегодняшнюю спонсляцию Петр Флайф. Петр Флайф, который откастит, по-моему, 3 карты. Это будет глубокой-глубокой ночью. Это если вас бессонница будет мучить, тогда заходите обязательно. Вообще у нас 2 стрима поднята. ESL RUHUB CSGO или ESL RUHUB CSGO B. Лукас выбирает нас с Фэнси Саммера. При этом пытался у нас отстреливать стил соперника на B, но не получилось. И минус от Диди. Каптен Мо ловит Фелпса. Цитация 3 на 4. На коврах стоит пока что Болт. Играет очень аккуратно. Чекает всевозможные точки. Но бомба идет на точку B. И сам Боди пока что об этом не знает. Хотя вот сейчас, скорее всего, слышит перемещение соперников. Оп. Только что повел прицелом. Услышал. Услышал и дал информацию. Моментально дал информацию. Диди уже стягивается на точку A. Бросает точку B. При этом, как вкопанные, стоит Каптен Мо и Атакер, конечно же. Ну и сам Боди боится поджимать. Да, он думает, что в теории его могут смотреть. А его-то никто не смотрит. И, конечно же, нужно уходить. Но, с другой стороны, он 3 отправил на точку A. Поэтому они, конечно же, должны справляться. Каптен Мо ловит моментально Хэнни. Чекают ковры. Теперь яма выходит еще один террорист. Каптен Мо на чеку. Ловит флешку. Отворачивается. И Лукас под эту флешку действует очень хорошо. Но, мне кажется, от Тайкера теперь в этой позиции никто ждет. Скорее всего не будет. Хотя нет, его ждут и делают минус. Но с минусом заходит у нас Самбади. И его заметили. Ой-ой-ой. А теперь-то проблемы. Прилетает Хэшка. Самбади играет очень аккуратно. Откидывает флешку. 20 секунд до коса. Лукас ловит нас в Диди Спортс. Самбади откидывает коктейль Мо ломен. Начинает гореть игрок атаки. И Самбади знает лишь, что справа от него находится оппонент. Болс. Болс. Болс выходит. И погибает вот такая ТРК команды Тайлу. 6-5. И ребята из команды Тайлу берут еще один раунд. Арсений, ты вообще ставишь, если да, то часто ли залетает? Вообще, дорогие зрители, я ставлю крайне-крайне-крайне редко. Очень редко. То есть настолько редко, что почти не ставлю. Но зато даю аналитику. На аналитике вроде как залетает. Но сам ставками не увлекаюсь. Потому что я поддаюсь азарту. Очень легко и просто. Самбади. Играет нас с МПшкой. Чекает центр. Уходит назад. Смотрит ковры. Тем временем Диди поджал у нас точку Б. Бомба далеко на центре. А Фелпс разваливает в окне у нас капсуна Мо. Но девайс, по-моему, не выпал. И будет ли рисковать у нас еще один врук защиты? Не знаю. Скорее всего, не будет. Самбади вряд ли должен лезть. Нет, он лезет. Он чекает центр. И сейчас может погибнуть. Фелпс, возможно, его заберет. Самбади. Сидит у нас в уголке. Фелпс. Занечает. Так, Самбади. Какой хороший хедшот. Браво. Самбади остается дальше. Чекает миддл. Дает информацию. Диди при этом красный. Самбади не рискует. Знает, что там далеко Дигл. Но все-таки Болт его настигает. Диди, правда, поджал у нас подвалы. Атаки действуют через коннектор. Ну, если человек, она в центре. Могут сейчас взять раунд. Лукас ловит атакера. Играет он в окне. Чекает дальше. Там у нас никого нету. Но вот Диди Сайнер, возможно, сделает свой минус. Если Лукас пойдет дальше. Скорее всего, Лукас Диди Сайнера абсолютно не ждет. Оп. Диди. Вмет. И все-таки минус. Болт. Отличный килл. Фэнси Сайнер остается один против троих. И... И о нем нет информации. И у МПшка девайс очень опасный. Прилетает коктейль молотого под ковры. Фэнси живет. Замечает одного. Замечает второго. Слишком сильно топит. Ловит Болт. Патроны заканчиваются. И все-таки Лукас берет тот раунд. Счет 7-5. И Морталс берут второй, по-моему, форсбай в этой игре. Ну и лишают китайцев абсолютной экономики. По 2,5 тысячи долларов. Тайлу, скорее всего, будут делать полное эко, чтобы в следующем раунде закупиться. Наверное, постуют именно так. СЗ-шка у нас от Диди. Атакер тоже СЗ-шка. Под 50 и 5-7. Ну, все. Все абсолютно купили какие-то себе пистолетики. Тем временем 3 на А, 2 на Б. Зигер работает Диди. Зашел в комнату. О нем, по-моему, есть информация. Диди где-то понял. Начинает нашивать и уходить на точку Б. При этом бомба лежит у нас далеко в начале тентра. Проседает Каптан Мо очень сильно. Начинает настреливать смог. Выход на точку А. Каптан Мо в 10-м. Забирает нас Фелпса. Отлично. В яме находится у нас атакер. Чекает выход на себя. Ребята из команды Immortals уже оккупировали абсолютно большую часть территории. Можно выходить на А, можно ставить бомбу. Но на яме, как я уже говорил, находится атакер. Его отсюда выбить будет очень тяжело. СЗ-шка все-таки пистолет опасный. Фенси на Дельпане. Его пока никто не чекает. Заметили. Фенси реализовал свой пистолет. При этом яма теперь может тоже включаться. Яму вряд ли здесь ждут. Но Болтс откуда-то знал и понимал, что в яме, возможно, находятся оппоненты. Правильно делал. 8-5 пользую Immortals. Ну и хороший бай напоследок. Хотя нет. Нету хорошего бая. 3,5 тысячи долларов в команде Тайлу. Они очень сильно поторопились, когда покупали. Непонятно, почему не купили первые арморы. Оно того стоило. И сейчас опять делают какой-то непонятный форс. То есть в прошлом раунде играли с пистолетами. И в этом раунде играют с пистолетами. И с первыми, вторыми арморами. Ну что ж, посмотрим, получится ли. У команды Immortals очень хороший бай. А вот у Тайлу. У Тайлу все печально. Атакер с СЗшкой. Чекает яму. Самбади начинает отжимать туннели. Летит много гранат. Стил. Отслевает фэнси Саммера. Самбади тем временем прожал. Не замечает, что под Б находится еще один террорист, как минимум. Но Диди из коннектора, возможно, кто-то заметил. Оп. Заметил он и заметили его. Ну и, конечно же, будут сюда смотреть. При этом Самбади зашел в спину и промакивает. Стил делает свой килл. Диди спалил позицию. Справит по лукасу. Отцелевает соперника. При этом на коврах отцелевают болса. Диди пытается подобрать нас оружие. Но при этом на джангле находится террорист. Его не ждут. Сталит поверсакера. Снимил Диди. 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 Пятерку сильнейших. Причем, может, шестерку. Как китайский, так и корейский. И там и там была довольно сильная команда. У китайцев это была Тайлу. А у корейцев это была команда Ви Мэйд Фокс. Каптэн Мо забирает нас с тела. Ситуация 3 на 3. Прилетает смог на коннектор. Игрок с бомбой начинает заходить. Зажимают Аплент со всех сторон. Но Яма-то не вышла. Ковры не выходят. А вот на голове все-таки игрок с бомбой. И это Фелпс. Отлично. Забрал у нас Фэнси Саймера. Пушит дальше. Проверяет Аплент. Никого не видит. Пытается пустить префайеры на Хелпу. Там никого у нас нет. Перетяжка от Самбади. Но он еще на библиотеке. Бомба ставится на сигарету. Бомба под болтся. Ну и Яма тоже прекрасно видит бомбу. Проблемы. Снова команду Тайлу. Обдают они преимущество. Обдают они Пальму Перинс своим соперникам. Самбади тем временем залез в окно. Чекает центр. Там у нас есть игру в атаке. Там один жмет. И погибает от рук болта. Счет становится, друзья, 10-5. Первая половина заканчивается победой. Очень уверенной победой команды Immortals. Сообщим Сене, что нами пока сливает нюк Ликвида. А то вдруг не в курсе. Спасибо большое, дорогие зрители. Я вам очень признателен за это. Действительно не в курсе. Не отслеживаю параллельный матч. Напоминаю, что на первом канале у нас идет трансляция Na'Vi Liquid. Карта D-Nuke. Очень интересная встреча. Очень, опять же, неоднозначное решение команды Na'Vi. Которые не захотели играть самую сильную карту команды Liquid. Карту DAS2. И решили играть карту нюк. Нюк у Na'Vi не обкатанный. Но, с другой стороны, когда-то нужно начинать. То есть Na'Vi плотно взяли за нюк. И, скорее всего, от этого и отталкиваются. Решили играть, скажем так, свой средний нюк. И средний нюк команды Liquid. Нежели свою сильную карту и самую сильную карту команды Liquid. Кто-то, конечно... Ну, опять же, тут как кому. Кто-то может согласен с этим решением, кто-то нет. Bolt. Играет у нас с Юспиком. И так на, чекает центр. Начинает залазить к нему в гости. И оппоненты у Bolt. Как же, не видел. Стрельба его начинает зажимать. Он все равно делает один минус. И самое главное, мог даже два сделать. Хейни с Юспиком. Старается представлять у нас коннектор. Какой же спрей. Какие же нервы, судя по всему. Вообще, хедшоты очень слабо летят у нас у игроков в защиту. Китайцы прорывают у нас аплент. Фелпс вместе со Стилом остаются вдвоем против троих. Фелпс на коннекторе. Знаете, на копеенах это Самбади. Но Топ ловит его прекрасным хедшотом. Стил остается один в три. И выдает свое место расположения. Но забирает Самбади. Дефузы, кстати, имеются. Подбирает еще какую-то банку. Да, у него две флешки есть. Интересно. Даже не знаю. На коврах есть игрок. На КТ есть игрок. Но быстро, конечно же, нужно забирать какого-нибудь атакера. Вот минимальное количество флешек. Откидывает флешку. Выходит на атакера. Но как же вовремя. Выходит у нас Фэнси Саммер из-под ковров. И это 10-6 в пользу команды Immortals. Но пистолетный раунд уходит в копилку китайской команды Тайлу. 2-9. Счет у нас, да, в том матче. Сейчас надо еще глянуть, кто за кого. Интересно. Ну, в принципе, если 2-9 за КТ, то это еще не так страшно. Потому что в теории Нави могут взять там... Ага, нет, это страшно. Слушайте. Это страшно. Ликвид за террористов. Да? Это жесть. Это жесть. Да. Плохо. Переживает, нервничает ребята. И, судя по всему, сливает карту The New. Лукас у нас под коврами. Под бортиком чекает между. На трон пока никто не вышел. Медленная игра у нас от террористов. Они взяли пистолетный раунд. Они контролят карту. В отличие от команды Immortals, быстро навязывать игру Тайлу не хотят. Не хотят раскидывать банки на коннектор. Занимать зигзаг. И пытаться стреляться. Просто стоят. Два у нас на центре. Один под ЧКБ. Один яма. Один ковры. Лукас пока что с деглом. Чекает трон. Там всем по-прежнему никакой нет. И пошел, 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 пошел. Афантинсамер разозмет. И все-таки скушал. Лукасом. Последний патрон в хэдшот. Откидывает к Кэльмолтова. Можно действовать. Кэптон Молл старается вычислить у нас хелпу. При этом болтс на Дельпане. Смотрит яму. У него Desert Eagle. Очень опасный пистолет. Возможно, что получится у болта. Устегает один потом, как минимум кандистами Рахенни. Забирает нас Кэптона Мо. Много игроков защиты начинают оборонять. У болтс получилось забрать атакера. Там еще один красный. Неплохо. Ситуация 2 на 3. Болтс попадает, прошивает. Это 2 в 2. Бума стоит у нас за сигаретой. При этом на джангле у нас работает стил, который все-таки погибает от рук самбоди. Но при этом два красных. И у болтса нет дефутов. Но при этом есть второй армор. Болт пытается все время кого-то нашивать. Судя по всему, у него есть информация, что соперник красный. Болтс подбирает нас Горилл. Бомба хорошая на зигзаг. Болтс трирается. Нет, не попадает. Не попадает он по оппоненту. Болтс чекает у нас яму. Топает. И, конечно же, Фэнси Саммер все это прекрасно слышит. Ошибка. Ошибка от болтса. Зря топал. Знает. Знает, болтс где находится один. Где находится второй. Но нет дефузов, дорогие зрители. Нет дефузов. Это поражение для болтса. Это седьмой раунд для команды Тайлу. И полная эко от Immortals, которые сейчас делали Force Buy. 23 тысячи людей смотрят плохую игру Na'Vi. Пустая трата времени. Один из самых нестабильных команд из группы не выйдут. Налейте на Na'Vi. Не лейте на Na'Vi. Не лейте на Na'Vi и будете мыться в стакане. Не наоборот. Если будете лить на Na'Vi, будете мыться в стакане. Ну, первая игра, на самом деле, ребят. Первая игра и тут нюк. Это очень тяжело. Тоже, кстати, вот такое довольно специфическое решение. Пикать, по сути, на матч открытия свою самую, скажем так, неотработанную карту. На чемпионате, опять же. Na'Vi, кстати, скажут, что на самом деле нюк у них отработанная карта. Потому что Na'Vi и нюк очень часто тренируют в последнее время. Там на праках у всех выигрывают. Но, как по мне, это немножко разные вещи. Ну, это все знают, что это разные вещи. Тренировки и чемпионат. Поэтому, не знаю. С другой стороны, рано или поздно на нюк надо где-то играть. И рано или поздно встречаться с серьезными командами на нюке нужно. И нужно на чемпионате опыт набивать на этой карте. Нужно обыгрывать на нюке. Поэтому, в теории, в теории, этот нюк в любом случае можно где-то в будущем себе на пользу. Но, пока что, в теории, все проиграют. Ну, а мы смотрим Тайлу против Иммортал, дорогие зрители. Тайлу сейчас отыгрывает свой первый байраунд. Эмки против... Эмки с ВП против Калашей АВП. Самбади пока что в яме. Смог проходит. Болт чекает у нас центр. Один яма, один ковры. Очень медленная, вязкая игра от команды Тайлу. Хайни меняет свое место расположения. Уходит из окна на коннектор. Смотрит нижний этаж. При этом Самбади откидывает флешки. Откидывает сам себе смог. Начинает занимать трон. Какой-то ванвей, что ли, себя откинул. Плетает, что он где-то найти. Плетает коктейль Молдова. Самбади прячется. Интересно, что он делает. Он просто встал в смоках. Ждет, судя по всему, каких-то гранатов своих тиммейтов. Оп. Дым развеивается. Самбади стоит. Чекает голову. Чекает холпу. Там у нас есть оппоненты. Но пока они не высовываются. Фэнти Саммер на коврах. Чекает между. Там никого нет. Хэнни. С холпы. Смотрит ковры. При этом Диди забирает нас Фэлпса. Атакер. Атакер. Смотрит хно. Моментальный килл. Минус болт. Минус Хэнни. Неплохо. Лукас. Сила. Все-то вдвоем. Там они начинают расшивать стила. Сила на Дельпане. Точнее, Лукаса. Лукас на Дельпане. Лукас погибает. Сил через библиотеку. Он начинает холпать. Но при этом он 1-4. И нужно уходить на сейв. Нужно попытаться где-то подобрать АВП. Но опять Дельпане на ковре. И просто никак. Просто никак ты его не подберешь. Девятый раунд. Для команды Immortals, друзья. И, извините, для Тайлу. Еще один раунд для китайского коллектива. Постоянно я путаю. Immortals и Тайлу. Хотя абсолютно не похожи названия. Абсолютно. Так. Интересно. 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 Сколько же тут были коэффициентики? Какие были коэффициентики? Так. А у нас счет по-прежнему там 9-2. Потому что пауза какая-то была, скорее всего. Пауза, наверное, и, возможно, технического характера. Так. Матч Immortals с Тайлу. Коэффициенты у нас были следующие. 2,5 на Тайлу. И всего лишь полтора на Immortals. Ух ты. Неплохо. Неплохо. Пауза. В этом матче, дорогие зрители, паузу, скорее всего, поставили Immortals. Наверняка они сейчас обсуждают, что делать, как дальше жить. Потому что отпускают. Отпускают серьезно китайского дракона. И китайский дракон сейчас делов-то натворит. Если ничего с кем не сделать, ничего не придумать. А Immortals как чемпионы последнего турнира, возможно, недооценили сейчас, ребята, с Тайлу. И Тайлу этим пользуются. Напоминаю, что, в принципе, у Тайлу карта Мираж очень сильная. И я хочу вам напомнить, что именно Тайлу два месяца назад в рамках Старладера обыграли как раз-таки Нави, по-моему, тоже на Мираже. Причем обыграли их в хлам. Там счет мог быть 16-4 вообще. Нави потом во второй половине счета начали камбетчить. Но все равно проиграли с очень уверенным счетом. 16-10 или 11. Но опять же, там у Тайлу было 15. И Нави начали там что-то брать-брать-брать. Так. Ну что. М-ка отстила. ХЗ-шка по 250-й. Все хорошо. Халпс. Падает у нас в туннели. Решил спрятаться в ниша. В туннелях у нас никого нет. Агрессивно стали играть Фантиуме и Киди Диди. Откидывает Коктейль Молотова. Коктейль Молотова один никуда. Флэш Киди на зигзаг. Начинает нашивать. Откидывает смок еще на зигзаг. И идет через коннектор на точку А. При этом на пленте у нас находится Хэнни в коннекторе. Хэнни замещает оппонента. Лодит моментально дизайнера. Подибает также атакер. На центре находится Фанти Саймер. Кайни получает информацию. Но все-таки подибает от того же Фанти. Ну и стил. Один против троих. У него АМ-ка. Плюс второй армор. Стил, по-моему, никаких киллов не делал. Но при этом его почему-то ждут. Знают. Знают, что стил находится именно здесь. Бомба хорошая. Три человека смотрят позицию. Стил откидывает смок. Пытается по нему как-то уйти. Но Кэптэн мой его ловит выстрелом из АВП. Время на ничья, дорогие зрители. Счет 10-10. Кэптэн Мо. Кэптэн Мо с АВП. Четыре калаша. Летает коктейль Молотова. На яму. Лукас откидывает у нас флешку. И пока что чекает выход оппонентов на себя. Самбади. Начинает действовать. Выходит просто-напросто в смок. Его абсолютно здесь не ждут. Самбади ловит тайминг. Заходит под ковры. Чекает. Никого не видит. Дает информацию своему тиммейту. Мол, здесь никого нет. Если вблизи у тебя тоже никого не видишь, можешь смело выходить. Но лучше этого не делай. Оп, заметили? Нет, не заметили самбади. Самбади дальше действует. Чекает хелпу. Ну это просто, на самом деле, боец, прям как я. На матчмейкинге. Любитель просто выйти и сказать, а чисто, пацаны. Самбади замечает корректоры Хэнни. Ловит соперника. При этом на хелпе погибает также болт. Состроится один игрок на Дельпани. И это три человека, по сути, охраняло Аплент. Какая дыра в обороне команды Иммортал. С флешки от самбади. Бума ставится у нас в смок. Прилетает флешки на Дельпана. Бума стоит, все хорошо. Лукас вместе со стилом, с эмками. Чекает дефолт. Стил. Пытается пропрыгнуть. Кто кого? Три в четыре. Прилетает капель Молотова в нычку. И... Ну и пока ничего. Даже не знаю, Иммортал, есть ли смысл выбивать. Потому что будет тяжело. Самбади. При этом обходит соперника через центр. Но пока что никто не ждет. Фелпс развернулся. Ждет, сам идет. Во второй, по сути, делает килл. Остается последний у нас стил. Один против троих. Залазит на ковры. Пытается как-то уйти. Но атакер его настигает. И это 11-10. Да уж. Четыре калаша и АВП от Кэптана Мо. Первые арморы. Ну, ребят. 5-7 и ЦЗшки. Стил занимает нас пока что белый фургон. Кэптан Мо на коврах. Играет с авиком. Смотрите так. Подвале. Будет моментально Фелпса. Летает Кэшка под окно. 25 кп у нас у Фэнси остается. Но он будет жить до конца. Чекает туннели. И погибает все-таки от стила. Не дали пожить. Лукас под коврами. На голове находится у нас Хэнни. Это крайне важный раунд для ребят из команды Имморталс. Его они попробуют потащить Хэнни. Ловит у нас калаш на коннекторе. Подбирает его. Идет дальше. Есть инфа. Но Лукас. Лукас-то. Лукас оставляет точку. Лукас чекает яму. При этом у нас очень серьезно топит Хэнни. Наносит много демажа по DD. Чекает дальше ковры. А игрок просто на 20 ковров убегает. Потому что с бомбой. С бомбой сам Боди вышел на точку B. И говорит. Ребята, здесь по-моему чисто. Заходите сюда. Заходите ко мне в гости. Лукас. Настигает у нас Кэптона Мом. Подбирает его оружие. И попытается сейчас защитники затащить этот раунд. Хэнни. С АК-47 на зигзаге. Чекает Форест. Замечает там сам Боди. Пытается его перестрелять. Но. И тут сейчас все решится. Кто кого. Хэнни. Не рискует. Не стреляется до конца. Бомба. Ну. Должна ставиться. Слишком много времени тратит на сам Боди. Перепрыгивает на зигзаг. Ставит бомбу у нас на дефолте. Ну и все. Один зигзаг с АВП. И второй через библиотеку. Вот такое вот будет у нас выбивание. Но при этом прилетает смачок. Хэнни. Замечает на планете сам Боди. И только что мог сделать свой минус. Ну и ребята бы оставались 2 на 1. Но пока все продолжается. Диди сверху. Сам Боди на Форесте. Чекает библиотеку. Там у нас есть игрок защиты. Сам Боди. Пытается жить до конца. Играет сверх пассивно. Ну и на него сейчас будут выходить игроки защиты. Диди. Ловит с верхнего этажа. Все-таки Хэнни. Сходить на сейв. Не везет. Не везет команде Immortal. Счет становится 12-10. И так. Закупаются. Закупаются у нас ребятки. Закупаются ребятки. И думают. Поставили паузу. По сути это одна из последних пауз. Наверное команда Immortals. Админ говорит. Все. Будьте готовы. Поговорили и хватит. Нави 13-2. За КД проиграли. На карте Денюк. Параллельный матч. Да уж. Никто не ожидал. Никто не ожидал. Что такое будет. Сам Бари. Занимает у нас центр. Диди. Довольно уверенно. Откидывает гранаты на медлев. Коннектор. Все под контролем. Снова Хэнни. Пока ничего не видит. Нашел себе. Ну так. Какое-то пространство. Где в принципе можно отстрелить. И находит все-таки сам Бари. Но почему-то быстро не уходит из этой позиции. В принципе его можно просстреливать. Но китайцы этого не делают. Хотя вот только сейчас начинают нашивать оппонента. Болкс. Уходит у нас на точку Б. Ребят понимают. Что скорее всего это зажим Б с двух сторон. Но Тайлу не рискует. Они просто-напросто заняли комнату. Уходят в туннели. И будут сейчас пытаться разыгрывать этот раунд. Кэптэн Мо. Проходит у нас с АВП через зигзаг. Чекает коннектор. Коннектор никто не просматривает. Один игрок на Дельпане. Точку полностью отдали. Ну и пока что по месту расположения команды Иммортал. Сможет сказать что они угадывают. Кэптэн Мо. Так что Мокосове Дельпана не попадает. Промахивает. Откидывает смок в окно. И уходит в своя оси. Тем временем Мокосов с бомбой находится у нас в подвале. И действует на центре. Это Фэнси Саммер. Смотрит окно. Никто никуда не вылазит. Счет 12-10. Денег у нас у команды Иммортал совсем нет. Это пока что наверное самый важный раунд в этой игре. Если Иммортал за его берут. Тогда есть какая-то почва для камбэка. Если проигрывают. Заигрывают 13-й, 14-й. И там все. Два последних раунда. Ну в теории и там можно будет затащить конечно. Но начинать лучше конечно же сейчас. Диди. Выходит через ковры. Падает. Проверяет нычку. Нико замечает. По крайней мере настреливает. При этом Лукаса. И Апплэн зажимает с всех сторон. Фэлп. Слой все-таки Фэнси Саммера. Каптан Моас. Дельпана. Откидывает коктейль Молотова. Бомба не стоит 5 секунд. Бомбу нужно ставить. Бомба ставится у нас на сигарете. При этом начинает нажимать у нас сигарету. Ошибается. Огроги защиты считаются 2 на 2. Бомба хорошая. Атакер вместе с Диди уходит на яму. Ну и парни сейчас попробуют как-то здесь сыграть. Кстати. Атакер мог бы в принципе остаться на яме. И действовать от себя. И мне кажется двоих бойкаков в яме никто бы явно не ждал. Но атакер решил уйти на ковры. Бомба хорошая. Бомба на сигарету. Диди начинает фейковать. Бомбу по-моему дефузит. Нет. Игрок только сейчас начал дефузить. Фейкуют или нет? Да. Они просто фейкуют. Стил. Стил тем временем действует на коврах. И атакер ловит двоих. Боже мой. Он даже не ушел назад. Хотя в принципе он понимал, что игрок не дефузит бомбу. Пауза очередная. Все-таки не закончились у нас паузы у команды Immortals, дорогие зрители. Не расходовали они паузы в первой половине. И те паузы можно смело переносить на следующую половину. То есть по сути у команды по 4 паузы. Просто-напросто. То есть мы говорим всегда 2 за 1, 2 за 2. На самом деле нет. У команды просто за мать 4 паузы. У одной и второй. Всего 8 пауз. Нави пистолетку за КТ взяли. И проиграли 13-2. Жесть. Просто жесть. Да уж, друзья. Первые арморы. ЦЗшки покупают у нас парни с командой Immortals. АВП от Хенни. Такой форс. Немножко оставили у нас защитники. Четыре калаша. Плюс АВП. Каптан Мо. Ребята занимают пока что ковры. На центре действуют у нас дедетки. Два любимые гранатки. Фокусирует внимание оппонента на себе. Ну а Лукас стал вплотную к яме. Холт. Долгий холт пока что от команды Тайлу. Самбади. Погибает у нас под точкой Б. Стилл начинает пушить. Возможно и он кого-то заберет. Стилл спалился. При этом атакер ловит Фелпса. Стилл с перезарядкой. Все равно играет нагло и агрессивно. Неплохо набивает атакера. Ловит соперника. Но при этом мы его должны обязательно разменивать. И у Диди это получилось. Ситуация 3 на 2. Каптан Мо. Потому что отливает Лукаса где-то на яме. Ну и все. Бомбу можно подбирать. И брать раунд. Но опасаются у нас ребята из команды Тайлу, что здесь еще скорее всего работают игроки защиты. И правильно делают. Потому что Болтс у нас поджимает сейчас точку Б. Чекает комнату. Здесь никого нету. Болтс с 5-7. Стоит и ждет. Стоит и ждет. Фенсия смотрит у нас окно. Террористы при этом играют аккуратно на тарском распауне. Ну и пойдут с бомбой на точку А и зажим А со всех сторон. Ну и тут вопрос от Хэни. Поработает ли он или нет? Хэни. Смотрит ковры. Через ковры никто не идет. Через лупу действует у нас один из звуков атаки. При этом смог. Никто не положил их. Хэни ловит ножку. Фенси Саймерон тут живет. Ну все. Нужно уходить на сейв. На 10 секунде конечно уходит на сейв Хэни. Может постарает отстреливать. Но брать такой раунд. Не в теории можно взять конечно. Пойти раздать. Убить Дельпана. Убить там Трон. Но тиммейт был далеко. Никакого размена сразу нету. Поэтому конечно болтс нужно подобрать. Просто девайс где-то там. В туннелях они убивали по-моему кого-то. И все. Хэни сохранить конечно уже вейп. 14.10 дорогие зрители. В пользу китайского дракона. В пользу команды Тайлу. Ну и что дорогие зрители. В параллельном то матче. Нави против команды Ликвид происходит. Вы пишите мне периодически там счет. Примежуточный счет. 15.7. 13.5. Ликвиды ведут. Да. На Ликвиды за КТ. За КТ на карте Днюк. Я даже не знаю. Ну. Не. В теории да. Можно судить. Если и Нави умудрились так проиграть за КТ. То и Ликвид могут так проиграть за КТ. Но морально то это давит конечно. Счет то давит. Но если у Нави Нюк готов. Тактики есть. Просто надо делать свое. На самом деле. В таких ситуациях. Просто нужно расслабиться. И делать то что ты готовил. А вдруг получится. И на счет вообще не смотреть. Чтобы он морально не давил. Забрали Диди. Наконец то преимущество у нас у команды Морталс. Хенни. В коннекторе. Чекает наш центр. Бомба лежит далеко. Попали. Только что по самбоде что ли. Или по болцу. По болцу скорее всего попали. Да. И то тиммейт наверное попал. 68 хп у него. Остается. Болц. Откидывает гранат у нас на центре. Под Б. При этом. Действует на самбодик. Кторый замечает на белом мячике стила. Но не удается ему забрать соперника. Потому что на зиге то есть еще и фэлп. Стила. Отличная работа. Ситуация 3 на 4. При этом зигзаг пытается прорвать у нас атакер. Ребята чекают коннекторы окно. Ну и здесь очень много игроков защиты. Поэтому будет тяжко. Атакер. Попадает по сопернику. Хенни ловит с антисаммера. Остается каптан Моми с атакером. Ну и можно как в прошлом раунде уходили сейвить защитники. В этом раунде могут уйти в принципе сейвить игроки атаки. Потому что например у атакера денег немного. Атакеру желательно засейвить. У него 2000 долларов. В следующем раунде будет 3,5. И это Галил. Поэтому лучше оставить калаш, таро, арморы 2000 долларов. Почему нет? Каптан Мом. Откидывает нас коктейль Молотова на дефолт. Чекает Дельпана. Там болт. Еще один коктейль Молотова. Теперь в нычку. Ждут. Ждут того, кто оттуда выбежит. Но никто не выбегает. Атакер играет довольно агрессивно. Начинает сжать. Пережал Лукаса. Но по-моему с этой стороны его окружили. И до свидания. Атакер. 1-4. Имморталсы наконец-то берут свой раунд, друзья. Они отдали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять раундов подряд. И наконец-таки спустя 9 раундов команда Имморталс. Чемпионы прошлого чемпионата. Взяли. Наконец-таки раунд. Тем временем 14-5. Ликвиды за КТ. Мда. Мда-мда-мда. Лукас. Решил поджать. Поджать ямку. Тем временем Тайлу делают стандартную раскидочку. На пленте А. Смог. Флешка. Каптан Моа. Раскид. Сейчас выйдут. Ждут. Смог. Замечает, опять-таки, вблизи. Лукас погибает. Все в смоках. Никто никого не видит. Падает при этом у нас за сэндвич Фелпс. Решил спирать агрессивно. Забирает он атакера. На него рукой моментально Фэнтисаммер. Прорезается болтс. Ситуация 3 на 3. Катейл Молтова на Дельпана. Бомба ставится у нас в смоках. Никто бомбу обезвреживать не собирается. Самбади. Чекает спину. Ну и как теперь? Как теперь такое тащить? 3 на 3. Можно. Можно постараться. У Каптан Моа правда хорошая позиция. Но ему укрепление Катейл Молтова заставляет его уйти. Отлично. Фэнтисаммер остается один пока что на лавочке. При этом тиммейт в троне. Прекает КТ. Фэнтисаммер. Мед. Минус голова. Играет дальше. Начинает нашивать Дельпана. И... 1 на 1. Фэнтис. Фэнтис против Болтса. У Болтса из и фузы. Все-таки Болтс берет этот раунд для своих парней. Отличная работа от команды Immortals. Было очень тяжело, но они справились. Убивание 3 на 3 прошло успешно. Еще один раунд для бразильского коллектива. Деньги есть у нас у команды Тейлони. Берут АК-47. И деньги заканчиваются командой Immortals. Раунд, возможно, на победу. Если Тейлони берут 15, тогда берут и 16. Ну, 15 в данный момент, если берут. Тогда, скорее всего, берут 16. Ликвиды взяли тактическую паузу. Еще и паузу Ликвиды берут. Ну, вообще жестко. Очень жестко. Брать паузу, когда ты... Ну, потому что они делают все, на самом деле, чтобы уже победить. Они видят, что... Могут нами там и камбэки какие-то организовывать и так далее. Поэтому нужно всегда брать паузу, сбивать там... Во что бы то ни стало. Можно вообще сейчас все свои 4 паузы потратить. Во второй половине. Лишь бы навикамбэк не сделали. Это грамотно. Почему и нет? 4 на 4. Отстрелили Фелпс, отстрелили Самбади. Каптан Мо тем временем. Играет под точкой Б с тиммейтами. Они подтягиваются. За Бабландов счет у нас 2 человека. Это Стил и Хэнни. Хэнни с авиком просматривает даль. Рядом Стил. И пока что все под контролем, мне кажется, на бразильского коллектива. Хэнни должен делать минус. Вот такой вот. Оп! Не попало. Вот теперь печаль беда. Хэнни откидывает смог. Пытается откинуть коктейль Моутова. Получает гранат в ответ. Коктейль, кстати, он так и не откинул или ошибся. Нет, коктейль у него остался. Плюс флешка. Ну и китайцы раскидали точку Б и уходят. Интересное решение. На пленте у нас при этом никого нет, друзья. Фэнси уходит в туннель и пойдет через коннектор. Ну а два человека пойдут на яму. Кстати, через коннектор также пойдет Кэптэн Моу. Кэптэн чекает пока что окно. Никого не видит. Но совсем скоро будет, наверное, отцеливать. Китайцы передумали. Они идут на центр. Интересно, что это за тактика. Розыгрыш не самый удачный от команды Тайлу. Лукас забирает нас Фэнси и Саммера. Выходит на плент. Никого не видит. Тем временем через зигзаг проходит нас у тебя. До команды Тайлу Стил начинает шить. Ловит одного. Практически второго. Ну и в спину выходит просто-напросто Лукас. И уложил двоих. Минус Кэптэн Моу. Минус Атакер. И теперь китайцы ставят паузу. У них-то денег нету. И команда Иммортал сможет выйти легко на 14 раунд. Допа или нет? Или победа. Все-таки одной из команд. Или команда Тайлу, или команда Иммортал. Но я бы даже сказал, что теперь Иммортал немножко ближе. Потому что они за атаку, извините, за КТ. И они примерно уже видят и понимают, что могут сделать Тайлу за террористов. Поэтому, может быть, тут победят такие Имморталс. Именно они фаворитами были в этом матче. Фаворитами они были в этом матче, потому что выиграли последний турнир Айбай Пауэр Мастерс. И отобрались как раз-таки на ЕСЛ Кланд с помощью этого чемпионата. Диди с ребятами занимает у нас позиции под Б. Фэнси тем временем начинает накидывать и фейковать на центре. На шифтах действуют ребята из команды Тайлу. Готовятся раскидывать точку Б. Ну и смотрим, как сыграет Стил. Стил откидывает у нас стандартный коктейль Молотова. Готов откидывать дальше ХЕ-шку оппонентам. Стоят, стоят у нас террористы. Хороший смог. Выйти на Стил теперь будет очень тяжело. И Тайлу, скорее всего, простоит. Простит все эти 18 секунд. Потому что другого решения здесь просто-напросто не дано. Стил ждет. Сейчас, наверное, еще тиммейт будет флешки откидывать. Самбади зажал гранату. Полетела флешка. Полетел раскид. Стил откидывает себе флешку. Начинает под нее действовать. Стил топит, 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 топит. Стил. Оп. У него уперлись. Стил допускает какой фейл. При этом Фелпс у нас под окошком. Нужно уходить на зигдак. Бомбы-то заходят, кстати, на Аплент. Тут многое зависит от лукаса. Лукас. Полетел все-таки в коннекторе у нас атакера. Но Диди Сайнер, что это один против четверых погибает. 14-14, временная ничья. Паузы, надеюсь, уже закончились у всех. Два раунда. Остается до окончания основного периода. Или 15-15, или победа одной из команд. Только вопрос какой. А какой мы не знаем. В АПХ-не. Эмки-калаши. Удиди. Скидывает у нас в коннектор кафе. Начинает нашивать центр. Уходит на зигзаг. Кэптен Моу пока что стоит на коврах. Готов вычислить. Плетает флешка. И он ждет. Ждет у моря погоды. Ждет у моря погоды. Потому что теперь-то преимущество. Захвачена команда Immortals. Ребята из ТЛУ особо не знают, куда пойти. Решил отойти Каптен Моу. На центре два человека. При этом у команды ТЛУ. Ну, довольно стандартно играет команда Immortals. На пленте один. Укрепили мидл. Ну и один на Б пленте. Хотя мидл их в последнее время я забыл, когда укрепляли. Потому что террористы на мидле во многих матчах сейчас ходят как себе домой. Ну, ведь ничего там игроки защиты сделать не могут. Довольно пассивно играют. Быто на А, быто на Б. Тут все-таки приемка центра. Ну и на Б. На Б снова гости к Стилу. Интересно, как сыграет этот парень. Фелпс рядом. Если что, у Стилы еще коктейль Молтова. Если положат его по таймингу хорошо. Он его кладет очень хорошо, по-моему. Начинает гореть у нас Диди. Начинает гореть Самбади. Жмет Стилу и ошибается. Фелпс остается один. Теперь на точке Б. Пытается уйти на зигзаг. Но, по-моему, китайцы сейчас возьмут этот раунд. Они преимущества Фелпса. Загнали у нас на точке А. И понимает вся остальная банда команды Иммортал, что нужно уходить на сейв позиции. У них никудышные. И, возможно, девайсы пригодятся в следующем раунде. Уходит у нас Хэнни на яму. Болтс тоже отошел. Но не сохраняют. 15-14. Ребята из команды Тейло обеспечили себе как минимум ничью. В этом матче. Хотя допы будут. Допы-то будут. Это такое. Стил ставит паузу. Еще есть пауза у нас. На я пока что проиграли параллельный матч. Поздравляем. Ребята из команды Ликвид. Начинают. Они очень хорошо выиграл здесь. Не сумереная ничего из одной карты Днюк. Итак. 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 Лукас. Лукас с тиммейтами. Тоже может пообщаться. На вражеском таймауте. О чем-нибудь. О жизни, например. Ну что. Пять АК-47. АВИК от Хэнни. Эмки Калаши. У команды Иммортал. Они в шаге от поражения. Но все можно еще изменить. Я напоминаю, что у нас могут быть дополнительные раунды. Каждая с каждой команды в группе играет по одной карте. Ничьи на картах, конечно же, быть не может. Хэнни. Чекает у нас ямку. Лукас тем временем смотрит в борт. Террористы. Начинают довольно быстро действовать на центре. Хэнни делает супер-минус. Болт делает второй. Тем временем Самбади начинает нашивать Робана. Там находится Болт. Самбади ловит флешку. Отворачивается. Пушит дальше. Там у нас Лукас. Лукас хороший минус. Натронет ситуация Кэптэн Моу. Файлл флойд атакера. Ситуация 1 в 5. Кэптэн Моу. Стака с 7. Все-таки погибает. Это 15-15. Временная ничья, дорогие зрители. Дополнительные раунды. Обе команды пишут рэди. И без передышки. Сразу матч продолжается. По 10 тысяч за сторону, я напоминаю. И тут... Другого не дано. Да. Сразу. Хорошее правило. На ESL в Окленде. Без каких-либо задержек. Начинаются сразу дополнительные раунды. За атаку. Все те же Тайлу. Защищаются у нас ребята с командой Морталс. Хороший бай. Причем обратите внимание. У нас у многих защитников первые арморы. Не специально покупают первые. Потому что считают, что во вторых арморах. На хороших бай у террористов. Никакого резона нет. Экономят деньги. Лукас. Забирает на саммари. Лукас уходит дальше под ковры. Скорее всего дальше вскроется где-то на дефолте. Или может быть будет сохраняться на КП спауне. Ну и остались Тайлу без одного бойца. 4 в 5. Фенси стоит у нас на коврах. Ждет аркаду. Но конечно же поджимать никто здесь уже не намерен. Хенни. Пока что. ТВП. Чекает ковры. Там у нас есть оппонент. Оп, оп, оп. Заметил. Хенни промахнулся. 74 хелспоинта. Откидывает слежку на центр. На центре у нас никого абсолютно. Ну и бомб стягивается непонятно куда. Туда-сюда бегает у нас там китайский боец Диди. Он все-таки вернулся на яму. Зажали гранаты какие-то в руках. Раскидка будет 4 в 5. Неужели раскидка 4 в 5? Обычно в меньшинстве на большинство ходят просто на стрельбу. Ну и по-моему все-таки на стрельбу действуют. Да. Тут раскидывает у нас игрок на коврах. Какие-то баночки. Флешки. И буквально под одну гранату скорее всего пойдет Ява. Начинается выход. Диди. Находит нас Лукаса. Хенни делает килл. Проседает немножко Диди Сайнер. Бомбу можно ставить. На планете никого у нас нету. Хороший смок на коннектор. Через коннектор никак не пройти. Кэптан Мо. Занимает позицию. Но смок развеивается очень плохо. Но при этом каптан Мо лодит Фелпса. Кэптан откидывает дальше флешку. Бомба на дефолте устанавливается. Но болт словит Диди. Это проблема. Кэптан Мо остается один против троих. И по-моему раунд уходит в копилку команды Иммортал. 16. 15. Это был пока что промежуточный у нас результат. И еще и каптан Мо на последний секунду забирает. Но деньги в любом случае должны быть. Да. 5500. Это не очень страшно. Хотя если сейчас отдадут раунд. Каптан Мо вообще ничего не будет. И кстати даже в этом раунде. Он смотрите взял ВП первый армур без гранат. Печаль беда. Печаль беда. Кэптан Мо. С авиком пошел у нас на ковры. Рук остальным временем на сигарете. Но Ахенни смотрит зигзаг. Там никого нет. Фелпс. Смотрит. Начинает нашивать. Замещает далеке у нас две детки. Тут хорошую исхешку. Да. Нет. 83 хеллс поинта. Для кого хорошая. Для кого нет. Но как мы видим. Вроде как рядом взорвалась. Но. Могла и побольше. Конечно же забрать. Но хешки в CSGO это отдельная тема. Они вообще могут не трогать. Хотя взорваться могут совсем близко. Болтс пересаривает у нас в итоге Кэптан Мо на коврах. Без шансов, без вариантов. По-моему я даже не слышал звук выстава. Ничего там Кэптан Мо не светило. Диди тем временем. Со стула чекает у нас зигзаг. Самбоди. Смотрит окно. Подтягивается у нас Фэнси Саннер. Фелпс. Минус. Отлично. Диди. Хэнни. Хлопит Самбоди. Диди. Идет дальше. Минус Хэнни. Ситуация 2 на 3. 55 секунд до конца этого раунда. Ну и куда пойдет атакер? Ползет по зигзагу. Оп. Слышал только, что у нас игрок защиты. Не понял, зачем шьет. Что ты делаешь, стил? Бог ты мой. Бог ты мой. Что ты делаешь? Ребята, ребята. Я вам сейчас покажу, что он сделал. Это просто. Болтс начинает нашивать у нас. Ах ты под бэх. С тем временем Лукас. Подтягивается у нас на зигзаг. Так бы даже Зюс не сыграл, наверное. Как сыграл с ним. У нас только что были 3 на 2. Должны были брать тот раунд. Лукас на шифте. Пушит. Пушит. Атакер у нас при этом возле белого фургона. Лукас идет дальше. Атакер. Лукас должен проверить. Нет. Лукас погибает. Болт состоит один против двоих. На итоге стил дарит этот раунд. Он просто-напросто слышит перемещение террориста в подвале. И начинает нашивать вот эту дверь. То есть, ну, шансов, что ты здесь убьешь, просто очень мало. Ты можешь сделать этот прострел в начале раунда, когда ты, собственно, слышишь, и когда ты понимаешь, что зиг пройти не может. Да, тебе там, например, центр смотрит. А когда ты играешь один на Б, ты просто палишь свою позицию, это раз, и два, тебя еще и зига может пройти и убить чувак. Просто стил. Жесть. Как такие мысли вообще сумасшедшие приходят на чемпионате в голову. Лукас. Под бортиком. Начинается раскидка гранат. Откидывает флешки. Хэнни. Играет на голове. Откидывает коктейль Молотова. Правда, там, по-моему, смог. Коктейль никуда. Самбо, Ди, ослеп. Хорошая хаешка. Прилетает. Диди. 44 хп. Все в коктейлях Молотова. Отличная раскидка. Смотрите, как же все в смоках. Диди. Начинает нашивать у нас. Остается бомба. 44 хп остается. Диди уходит. Наверняка нужно обходить. Фэнси это понимает, но не пытается уйти. Стил наказывает пока Диди. Погибает самбо. Риситация 5 на 3. При этом на коврах у нас был один из игроков защиты. Как ты здесь оказался? Судя по всему, через спину прошел. Фэлпс. Фэнси. Весь с атакером. Два на яме. Погибает. Весь с атакером. В пользу команды Immortals. Общий счет. 17-16. Мда. Итак. Рэйди от Фэлпса. Рэйди от Самбоди. Пошел на стандартный отсчет. Кто победит, друзья? Кто победит? Как вы думаете? Сенька, ты слышал что-нибудь о том, что на фристайме 15 секунд теперь тренер может говорить. Слышал. Слышал. Пока не может тренер говорить на 15 секундах фристайма. Это правило обсуждается и возможно его введут... Возможно его введут... Чуть позже. Со следующего мажора. Но пока это правило обсуждается. Хорошее правило. Это то, что я предлагал с самого начала. Когда вот только начали у тренеров забирать возможность вращаться во время игры, я сразу сказал, что во время фристайма нужно взять такую возможность. Каптен Моу. Забирает Лукаса. Погибает у нас также стил. Китайцы отыгрывают за КТ. Все так же уверенно. Болтс красный. Фэлпс 44. У Хэйни 4 хп. Но при этом Болтс вышел у нас на трон. Аплент защищает Фэнси Саммер. Играет Сэмка. Играет на голове. Откидывается на ковры. К нему подключается сейчас периодически Самбоди, который откидывает смок на ковры. Через ковры пока пройти нельзя. Но у террористов через ковры особо никто и не высовывается. Фэлпс тем временем через Зиг. Пытается прокрасок кого-то найти. Никого не видит. В окне никого. На Зиге никого. В комнату проверил тоже никого. Хорошая позиция у нас у Диди. Но при этом Фэлпс-то заходит. И под это все можно неплохо сыграть. Он говорит, пацаны ждите. Пацаны ждите. Пацаны не умирайте. А пацаны умирают. Пацаны, что вы делаете? Пацаны! Я вам говорю, не умирайте. Я же захожу в спину. Хэнни ловит у нас капитана Мо. Пацаны ждите. Жди, братан. Жди, братан. Я сейчас всех убью. Всех убью, братан. Фэлпс-то-то-то-то-то. Забирается Стэнси Саймера и погибает. Ой-ой-ой. Хэнни остается один против двоих. Хэнни тоже минус. 17-17. Временная ничья. И китайцам остается два раунда, чтобы победить. Собственно, два раунда остается и команде Immortal, чтобы победить. По одному раунду обеим командам, чтобы играть следующие допы. Болтс. Болтс-болтс-болтс. Болтс идет на ковры. Один пока что он будет охранять там ямы и ковры. Все остальные идут в сторону Б-плента. Довольно быстро занимают нас в центре. Фэнси Саймера в коктейль Молотова уходит. 75 кп. Откидывает флешку. Фэнси выходит нас на центр. При этом Зик охраняет Диди. Болтс, наверное, пытается отступить. Каптана мой, получилось. Аркада не удается. Сам Боди тоже промахивается. У нас нотки Б. Откидывает флешку. Уходит на задний плент. Уходит на библиотеку. При этом у нас хороший тайминг. Словил Стил. И Стил может сделать килл. У него это получилось. Забирает Диди. На Б-пленте у нас никого нету. И, по-моему, команда Иммортал может взять сейчас себе 18-й раунд. Стил забирает нас дальше Фэнси Саймера. Ходит по Б. Да что ж такое, блин. Не показываю о фраге. Извините. Абсолютно не показываю. Пауза от Каптана Мо. 18-17. 18-17. Бразилия в одном шаге от победы. 4 паузы. Говорит Фелпс. Говорит, хватит. Это пятая пауза была от команды ТЛУ. На самом деле за это штрафовать надо уже. Ей-богу. Сколько можно? Ну как это? Где админ? Надо же контролить как-то этот момент. Просто пятую паузу ребята решили взять. Ну взяли, кстати. Поговорили. Да, ее быстро как бы отжали, но все равно секунд 10 у них 15 было. Атакер. Откидывает на стандартные гранатки. Кстати, сразу же плохой бай. Атакер и Фэнси играют с УМПшками. И нету АВП. Команда Immortal действительно в одном шаге от победы. Но мы знаем насколько сильно китайцы умеют играть с плохим баем. Они кучу раз это показывали. Они это показывали на ЭБ Power Masters. Они это показывали уже в этой встрече. Оттащили несколько раз просто те раунды, которые забрать было почти нереально. Болтс забирает нас атакера. На яме это произошло. Поджимал у нас непонятно зачем с таким баем атакер. Точку и при этом снова стил. Снова забирает нас самбаде. Чекает зигзаг. На заднем пленте погибает нас DD. Имморталсы. 5-2. Китайцы бегут как-то выручать Фэнси. Находят у нас стила, но при этом выхода на плент по-моему от Болтса. Зовет он сюда тиммейтов. Но умирать не стоит. Капитан Мо. О-хо-хо-хо-хо. Ну где реакция? Ну и Фаннистаймер остается один. До свидания. 19-17 дорогие зрители. Победа. Победа. Кого? Команда Имморталс. Поздравляем. Бразильцев они неплохо сыграли. Достойная игра в любом случае. Небольшая рекламная пауза, перерыв и мы комментируем дальше уже с Дмитрием Кристалмейк Арчевининым в следующем матче Астралис против команды G2 не уходить.